Объединение собственников имущества продолжает свою работу. За два года в Кустанай зарегистрировано более 200 осей и простых товариществ. Тем не менее, в связи с медленным переходом на новую форму собственности, возник вопрос о дальнейшей судьбе объединений и продолжении реформы. Сейчас специалисты и представители общественности занимаются разработкой дополнений закон о жилищных отношениях. Подробности в репортаже моих коллег. ОСИИ ПТ продолжает свою работу в регионе. В настоящий момент специалистами проводится обсуждение различных вопросов в сфере законодательства. Поднимается тема пересмотра механизма распределения коммунальной собственности. Идёт доработка закона о жилищных отношениях. По словам специалистов, законодательно реабилитировать ПКСК не планируется. В этом нет необходимости. К концу года в жилищный кодекс планируют внести необходимые поправки. В структуре закона появится новая форма собственности. Мы работаем в рамках жилотношения, закона жилотношения, где прописана 42-я статья форма управления. Это ОСИИ объединения собственников имущества, простой товарищ, это меньше, чем 30 квартир. И совместное управление, это квартиры меньше, чем 16, кто имеет право управлять общим имуществом дома. И эти же формы по 50-й статье имеют право взыскивать взносы на управление общим домовым имуществом. Остальные формы сейчас они вне закона. Изменения до конца года будут внесены. И, как я полагаю, должна быть ещё одна форма добавлена, это КСП. Кооператив, собственник, квартир, помещений, которые должны именно организовываться на кондоминиумах. Чтобы на каждом доме должен быть зарегистрирован кондоминиум, который может организовать управление КСП. И они могут управлять. У нас, получается, ещё одна форма прибавится, это до конца года. Многих жителей города интересует вопрос, кто может собирать деньги на содержание дома жильцов. По статьям 42 и 50 закона о жилищных отношениях делать это могут только СИПТ. Другие юридические организации, в том числе и потребительские кооперативы, не имеют на это законных прав. Более того, в Жилищном кодексе не существует такого понятия, как ПКСК. Поэтому кооперативы используют другие законательные акты для сбора средств, к примеру, Гражданский кодекс. При этом они не могут требовать деньги с определённых собственников или должников. Снимать оплату за свои услуги ПКСК могут только с юридических лиц, к примеру, жилищных кондоминиумов. У нас есть закон о жилищных отношениях, который был изменён в 2022 году. Есть статья 42, в котором чётко прописана форма правления. Форма правления у нас только ОСИ, ПТ и совместное управление. Это менее 16 квартир. Соответственно, взыскивать могут только по статье 50 закона о жилищных отношениях, только ОСИ, ПТ и совместное управление. Что касается взыскания, то те категории, про которые вы говорите, ПКСК, ТО, ИП, они не могут пользоваться законом о жилищных отношениях. То есть у них есть право, если они хотят взыскивать, они имеют право взыскивать по другим законам. Что касается жилищных отношений, то нет. Алло Адасаева – председатель ОСИ дома по улице Юбилейной, 22. В объединении собственников дом вступил летом прошлого года. За это время советом и жильцами дома была проделана большая работа. Совместными усилиями они привели в порядок подвал, благоустроили территорию двора. Алло отмечает, что без команды и поддержки активных жильцов дома такие успехи были бы невозможны. Наша первая причина того, что мы создали ОСИ, создание, это того, что у нас был первый – это подвал. Подвал – это болезнь, наверное, у многих домов. Также нас касательно, хотя дома 4 года, тем не менее, подвал у нас был прям проблем. Это строительный мусор очень большой был. Затапливало у нас, хоть и многие знают по соцсетям. Вот это все высушивали, вычищали, нанимали рабочих. И вот сейчас привели в порядок, привели освещение, заменили частично горячие водоснабжения, трубы ГВС. Председателю, конечно, нужна команда. Без команды больше никак. Это старшие по подъездам, это совет дома. Активные люди нужны. Это и старшие по подъездам нужны, и активные жильцы нужны. Потому что в нашем доме, например, 216 квартир, 216 собственников. Ну это, сами понимаете, это почти поселок. Софос это целый. Да, даже больше. Вот представьте себе вот это вот, всех объединить, это со всеми разговаривать. Это только с командой. Один председатель этого не сможет сделать. В областном центре зарегистрировано более 200 объектов кондоминиума, оси и ПТ. По действующему законодательству, работа этих форм собственности не блокируется. Деятельность ПКСК по закону о жилищных отношениях не регулируется и, по сути, является незаконной. До принятия планируемых поправок к концу этого года, закон о коммунальной собственности будет работать без изменений. Жилищные домов продолжают создавать оси, регистрируя новые объединения собственников. Дмитрий Муштал, Жас Инжигитов, телеканал Костанай.